друзья здравствуйте конечно интересные вопросы приходят в личку в яндекс дзен у меня прекрасно есть канал где выкладываю все свои видео все ресурсы мои на моей странице отображены вот пришел вопрос все ваши объяснения в точку меня вопрос простите но очень прошу ответить если возможно я гадала на картах много лет попала в ситуацию захвата заложников прошла пошла в церковь сказали чтобы это грех покрестилась запретила себе брать карты в руки 10 лет не гадаю а информация идет что делать не 70 благодарю если ответить но давайте так вот мы когда касаемся энергоинформационных каких-то потоков да это самое сложное потому что помыть руки что как мы моем руки мы подходим к водичке до мылим ручки и смываем и в принципе мы считаем что они после этого чистые условно потому что на самом деле много еще чего из этого там осталось то же самое все что касается энергетики то есть какие-то моменты основные мы видим какие-то нет но тут благо что уже пришло осознание это прекрасно потому что зачастую мы даже не понимаем откуда прилетают откуда идут проблемы но когда уже идентифицирован канал да и понятно что это такое с этим проще работать давайте разбираться но давайте не будем привязываться только гадать мы сейчас достаточно много всего даже если это гадание различного плана и кофе тебе карты и руны и бог знает что чего только нет но ясное дело что мы живем в многомерном пространстве вот здесь нужно поговорить на эту тему для того чтобы глазоньки то раскрылись значит у нас что такое выбор это не один из десяти предложенных а тот вариант который нужен вам вот это выбор называется все остальное это диапазон это перечень того что предлагает систему зачастую как обычно происходит считывание информации например человек который гадает он смотрит поля событий там наговориантность но он видит ту которая с ним синхронизирована то есть не наилучшую не наивероятнейшую не вас не самую восхитительную не самую предпочтительную а то которая уже с ним на данный момент засинхронизирована с там со всеми пороками человека со всеми его дефицитами достатками недостатками то есть но он как бы притягивает то к чему он готов не чудо которое возможно к нему бы пришло не скупление которое помогло бы ему эволюционировать а вот какой-то такой усредненный вариант и получается что в этом всем человек один хватает вариант он видит его и начинает его транслировать тут уже сказано да что все прекращено но как вы понимаете никакие церкви тут не спасут но просто нужно понимать что церковный канал он канал в первую очередь и я уже говорила о том что нас достаточно много эгрегоров которые являются вампирскими как определить вампирский канал до эгрегор или нет если там нет зацикленности взаимообратности и выбора о выборе мы уже поговорили значит что-то тут темное вот посмотрите в природу вот капельки дождя упали дерево впитала испарила цикл цикл или например круги кровообращение в организме то есть все живое имеет какую-то зацикленность взял отдал взял отдал взял отдал если прописано только бери просящему да прибудет значит где-то мелким шрифтом у вас отберут и получается что подключение еще более сильному эгрегору она никак не может спасти то есть у нас у каждой религии но это неправильно у каждого новодельного вот это вот всего то что у нас есть есть свой эгрегор и к этому надо быть готовым к этому надо адаптироваться и принятие как как данность то есть это живые организмы которые ну вот не за счет симбиотической связи с человеком существует а является знаете как рыбками нога кто знает кто и что это такое это паразит который присасывается рыба присасывается соответственно к хозяину и питается его кровью в общем то и все чё она выполняет это она не чистит она не какой функции больше не выполняет просто вот является неким вот таким дополнением инфицирования такого некого так вот получается что мы хватаем игре реальную какой-то связь и думаем что она нас спасет вот у наших предков было так ты радеешь и звучаешь и благодетствие ты принимаешь какую-то функцию ты например радуешься по функции бога испытывая счастье творишь счастливые дела думаешь о счастье это же дело не еда и ты принимаешь все это на себя но понятное дело что есть зацикленность то есть как у нас вспоминайте прекрасное выражение как аукнется такая кликнется работает безукоризненно всегда что излучали что и получаешь ну понятно да поэтому иллюзия что сходив там в какую-то церковь можно чего-то там убрать но вообще нужно разобраться да а что случилось ну потому что очень много времени человек провел за картами конечно он подцепил вот это инфицирование потому что несмотря на то что основные масти которые входят в игральные карты вспоминайте пики черви трефа и бубна это символы наших мировых богинь как говорила бловацкая в пороке сохранить истину гораздо проще чем в праведном но это очевидно но как бы мы заигрались до в этом ирзаца и вот этот игре реальный момент связаны со считыванием всего лишь одного варианта и его соответственно осуществление загоняет человека в канаву потому что но вот представьте женщина у которой должно быть трое детей она приходит гадалки это как у тебя не будет детей то так сильно в этот вариант вероятности поверила что отсекла воплощение своих детей и вид родовая свернулась и сколько уже такого было что ты там встретишь того то того то а по себе совершенно другой должен быть человек это варианты всякие разные понимаете поэтому вот это состояние притяжения потенциалов определенных это только человека личная задача не кого-то ничего-то не какого-то канала поэтому для того чтобы вообще с этим всем и разобраться нужно понять вот человек начал гадать да за что конкретно он был зацеплен то есть что в нем вызвало потребность в вот этом действий вот нужно самое начало вернуться вот в самое вот что там было когда начальные разы вот эти вот гадания там и и так далее до работа с картами было это что было это было внутренние вот эти конфигурации там недостатка информации да то есть неуверенность себе страх чего-то и нужно было на будущее посмотреть что же там или возможно это было состояние тщеславия что я больше других знаю за какую вот это вот маленькую фигнюшечку внутри нас вот это все цепляется и до сих пор цепляется поэтому идет информация но то есть немного вариантная а как бы вот ну с картами без одно и то же понимаете поэтому в себе нужно достать то за что этот канал держится как только вы проработаете может быть это тщеславие может чувство собственной важности может быть неуверенность чем-то еще какая-то болезненная история чаще всего за какую-то нефицитную вещь цепляется и вы внутри это прорабатываете канал не за что держаться и он отпускает знаете какая простая история конечно вот у меня грядет семинар восхождение к себе практик семинар где мы будем учиться этому всему будем пытаться да вы разобраться в таких подводных вещах конечно же мы будем учиться отключать эгрегориальные связи мы будем естественно стараться работать с родовой системой ходить по реке времени в общем короче все волшебные моменты мы будем разбирать и учиться это практик семинар то есть три дня трое суток даже да потому что я даю домашние задания даже во сне люди практикуют поэтому это как одна из практик до 1 из таких один из таких моментов которые вы можете уже сейчас применить но в подобных случаях это не в обиду тем кто гадает сейчас было все сказано и как бы не в протест людям которые занимаются какими-то такими вещами просто нужно как говорится мотать на усы понимать что все мы подвязаны на какие-то эгрегоры профессиональные любительские там по хобби до спортивные какие-то состояния до которые нам продуцируют а медитативные и так далее ну то есть короче у каждого маломальски существующего направления есть свой эгрегор это живое существо и и знаете что интересно а ведь действительно нам же монотеизм как бы внедряют то есть одна божия это по сути а ведь как каждый эгрегор это же божественное состояние какое-то да должно быть в идеале только сейчас это в паразитизм ушло поэтому нет вот этого монотеизма нет единобожия однобожия да будем так говорить есть много больше только теперь вот эти вот башки они негативного толка поэтому конечно же когда мы говорим о подобных сращениях вот с этими эгрегорами нужно смотреть за что поймали за что зацепилась потому что вот когда вы идете по лесу и тут раз репей какой-нибудь раз зацепился за вас он жить не за воздух зацепился где-то одежда где-то кожа где-то еще что-то и вы видите за что и понимать какая-то ткань и тихонечко уже раз и оторвали я надеюсь что я ответила на ваш вопрос не понимаю что это сложный момент но вот тем более когда человек возрасте 70 лет да уже хочется как-то с чистой совестью душу жить и как бы и смотреть на свою жизнь невероятно счастливыми глазами пусть и так и случится пусть у вас все ладится и получается всего доброго до свидания до свидания до свидания